всем привет предыдущем видео у меня попросили сделать тест на оригинальном так скажем оригинальной локации но это не совсем оригинальная какая-то локация но пусть будет так я нашел более менее подходящую это виртуальная студия который epic games нам дала бесплатное пользование образно здесь как видите очень много источников света точнее их раньше здесь не было но из-за того что здесь вот стоят вот эти прожекторы и я сам вручную сделал что у них светят вот такие вот лучи и они у нас естественно моего то есть и переносные но также здесь были и другие источники света оригинальные большинство я их перевел либо стационарите либо статик либо мой был но все зависит конечно же где они стоят вот такие я поставил новый был вот здесь уже видите есть статик такие которые у нас висят типа под этими тоже они у нас статические всего источников света у нас на сцене порядка 156 также имеется вот такая дуга так скажем кольцо на котором находится четыре источника света они у нас являются но был потому что этот это кольцо у нас крутится создавая вот над этим столами над этими двумя столами какие-то так скажем действия да ну и вот эти прожекторы у нас сверху тоже будет крутиться то есть если посчитать именно стационарных вот таких элементов освещения у нас порядка 83 то есть они у нас не все именно стационарные да имеется есть которые стационарные статик ему было иногда да то есть я не все еще видимо перевел несколько штук у меня попалась короче их порядка 83 если я не сказал и те которые я добавил их 75 штук вот то есть почти половина наполовину сейчас у меня движок 5 и 5 давайте вот просто запустим но уже можно чуть-чуть понять так сейчас я кое-что поправлю я там где-то наверно здесь на вот эту штуку я зачем-то оставил здесь вот просто поверим да то есть если мы запустим режим наших так скажем треугольничков мы видим что вот эта штука крутится вот эти штуки крутятся то есть все отлично но и свет естественно также крутится вместе с ними если мы посмотрим чисто освещение видите да сколько теней проходит сколько он просчитывает то есть те же самые столбы кстати столбы но вот из-за того что здесь запеченный свет он вот здесь вот сверху видно стал оставляет тени я думаю что это будет тест более-менее как-то смотрибельным да то есть давайте включим fps давайте сразу включим еще юник граф чтобы мы видели и такой график и дороговый там и так далее но естественно прям конкретно заморачиваться то не будем нам нужна чисто глобальная суть до вправе предыдущем видео мы увидели что это все типа работает когда большое количество ламп и все они ему выбыл типа до 12 fps до 60 у нас как бы восстановилась но есть некоторые проблемы как вы написали это естественно тени от каких-то объектов и тому подобное так давайте запустим сейчас уже вот ведь даже вот сейчас уже при настройках графики материалов high настройки графики epic у нас уже здесь 45 fps запускаем f11 на полный экран 2к разрешение и у нас выходит где-то районе 43 fps падает до 30 даже до 27 я увидел 26 было но это вот как раз таки где у нас самое большое количество вам находится и мы их видим естественно у нас тени как говорится обрабатываются статические светильники у нас запечены если вот можно посмотреть дает как раз таки под ним где-то здесь стою и от персонажика у нас тени особые нету да у нас есть reflection который стоит вот вот видите здесь статический свет и у нас естественно он не отображается от персонажика здесь у нас есть элемент который показывает что у нас здесь стоит персонаж и в таких везде в случае такая же штука происходит здесь и здесь тени как видите падает до 25 в общем скажем что 25 фпс дракова это так далее вы тоже можете принципе заметить но давайте переведем все это в наши веселые мегалайты теперь так где у нас рендер давайте посмотрим что у нас здесь стоит fx а а тоже может быть кому то было интересно я не менял как было в проекте так и оставил то есть практически ничего здесь не менял здесь также стояла global illumination но reflection метод screen space я все так же оставил единственное что я отключил получается автоэкспозицию она мне прям совсем не нравится отвратительно всегда делает чаще всего давайте включим саппорт в рейтрейсинг подтверждаем включаем галочку мегалайты и делаем restart естественно сохраним так сам автоматом же при стартится сейчас посмотрим что у нас создастся с мегалайты кстати sm6 сейчас не работает получается что мы directrix 11 типа отрабатывает см5 скорее всего да давайте посмотрим что у нас там да и сам 5 работает ну и ладно попробуем переключиться на см6 как раз таки видеокарта нам позволяет характеристики пк я напишу где-то в комментариях внизу подведем что у нас здесь давайте включим также fps включи юнит граф или я выключил нет я включил просто не сообразил так он нам снова предлагает ребилдить освещение давайте заребилдим quality давайте поставим хай да я сейчас ухожу как говорится в ожидании подождем все наконец-то 15 минут где-то примерно прошло все запеклось давайте посмотрим я впервые вместе с вами сейчас буду смотреть как это будет здесь смотреться так и что мы видим люди на что мы видим а ничего мы не видим если даже какое-то повышение и произошло то это максимум на 3-4 кадра вопрос действительно ли стоит этого так давайте посмотрим что у нас там white так смотрим так сначала галочки проверим ну галочки у нас стоят все окей источники сути двигаются так понятно сейчас у нас по сути см5 то есть естественно получается что не работает давайте пробуем на см6 так нам необходим directrix 12 вулкан и так далее нам это ничего не нужно давайте перезагрузим да все эти тесты как говорится я сейчас записываю уже уставший и уже не понимающий что надо делать иногда да как видите нам нужен directrix 12 точнее см6 чтобы у нас это все включилось так вот эти вот естественно мы видим что у нас лампы светит кстати почему у нас светит вот эти штуки что это это обычные лампы получается да точнее материал светит скорее всего так вот это лампа что стационарите вот она как раз таки близко находится и отдает это как видите не дает особо попадает на стенку ну окей переключаемся в режим запуска так я забыл включить наши необходимые значения так и мы видим мы видим полный экран но не забывайте что у меня сейчас работает два экрана один вот который мы сейчас находимся это 2к при всех высоких настройках разрешения так скажем в движке сам движок также идет запись сейчас если посмотреть на загрузку компьютера процессор у меня 24 процента держит оперативной память 26 процентов и видеокарта 67 естественно какая-то часть это у нас запись происходит также движок еще поддерживается ну и плюс вот эта сцена рендерится ну смотрите мы сейчас находимся на том месте где у нас было 25 фпс и в некоторых вот моментах он падает до 40 я думаю что это реально в любом случае плюс этой теме мега есть нужно использовать давайте посмотрим что она тут нам творит какие то есть артефактики мне показалось или они там были да они там были то есть определенный радиус как какие-то артефакты существуют и кстати тени пропадают мне показалось здесь у меня тоже элементы двигаются каждый вот этот элементе кто же двигается плюс здесь вот видите лампы крутится и у нас получается среднем короче в два раза улучшилось качество так скажем фпс дроуковые игровая штука у нас естественно не особо то и возросли даже чуть-чуть может быть даже понизились хотя все то же самое осталось ну в общем пока пока еще мы не все знаем но уже какой-то ответ есть мега white работает надеюсь это все но если что если кому-то интересно да здесь стоят постпроцесса постпроцессы но я посмотрел они у нас не особо то и на чем работают я увидел что есть давайте откроем здесь у нас стоят такие элементы сейчас секунду я уже какая-то ерунда то есть ли где-то цвет редактируется где-то нас сейчас не найду даже в этой штуке вот был интенсивити какое-то значение регулирует экспозицию то есть минимальная максимальная но это как раз таки если я выключу стать особо то мы не видим никаких изменений да так давайте выключим вот этот и этот окей особо то изменений ты нету если мы выключим здесь на нерабочей сцене то есть видите одна чуть-чуть затемняет контрастность какой-то дает а вторая у нас работает с рефлексой то есть небольшие изменения давайте посмотрим здесь это у нас ромать хроматическая операция да и что еще температура то есть по сути то так но и quality screen space reflection как раз таки полное качество стоит здесь и я не думаю что они прям сильно влияют на это давайте просто быстро удалим эти постпроцессы и запустим ну есть кстати какие-то изменения да реально постпроцесс нам что правильно дал 15 кадров примерно но естественно из-за того что у нас много источников света у нас прям сильно посветлело наверно постпроцесс один стоит оставить так это у нас постпроцесс вот этот запустим только с ним и да вот это кстати нам контрастную картиночку дает и в без не падает в том из-за того что у нас reflection выкручен до 100 вот как раз таки он набил эту картиночку на 10 fps а на этом все пишите в комментариях что вы думаете вот этот тест вам был особо полезен или же нет до скорой встречи всем пока